всем привет сегодня у нас на обзоре то что многие ждали это фотон 100-50 100 вольтовый 50 ампер фальт фотон за 5000 рублей который будет продавать а электроника не знаю сколько он будет стоить в продаже но это первый фотон который не удосужилась протестировать и он еще не ведет так скажем ну то есть на прилавках фунета водопиливают в общем мне его дали по знакомству на тестирование показать соответственно подписчикам и тем кому интересно в общем что этот фото на себя представляет это по корпусу то же самое что вот я специально поставил инвертор от электроники вы видите как это все дело между собой как бы смотрится соответственно если вы обладатель например инвертора можете повесить так скажем рядом и у вас будет такая симбиоз комбинации приборов прибор у нас фотончик давайте к нему перенеснемся это у нас стать на улицу ночи ребят поэтому все тестирования я буду проводить пока что от аккумулятора в плане тестирования у нас по входу 24 вольта аккумуляторы 750 ампер возможность отдачи тока прям в легкую может отдавать тому больше может отдавать и 2000 ампер но контроллер берется 50 аккумуляторы уже немножко под заряжен аккумулятор находится на первом этаже аккумулятор 190 это у нас мне уже забыл аккумулятор панцирного типа вайпер который уже давно давно у меня стоит в общем я его сейчас заряжаю сегодня такая погода была мерзкая и заряд так как в аккумуляторах еще есть там не 18 даже 19 есть цифер то он там есть соответственно можно поглумиться то есть он находится у меня в тесте примерно около пары часов я уже потыкал на кнопочки в общем эта модификация не подключается компьютера по крайней мере никакого разъема как у обычных контроллеров которые обычно используются тут нету может быть конечно встроен bluetooth но не написано ничего скорее всего будет это в других версиях у меня есть такое предположение что это черновой либо черновой вариант либо же знаете самый бюджетный который будет именно только контроллер заряда солнечной батареи давайте посмотрим сразу хочу отметить тот факт как он включается соответственно и как находит точку максимальной мощности давайте представим что у нас закончился день как видим солнечное напряжение держатся последнее которое он увидел через какое-то время сбрасывается не знаю почему до 13 чем-то звольт сбрасывается но сбрасывается не 0 но есть что-то якобы хотя полностью вход отключен скорее всего вот конденсаторы разрядились и в итоге прибор обнулился и сделал заново замер и напряжение аккумулятора и соответственно то что нету на входе и соответственно он об этом будет сообщать на дисплее и так включаем якобы солнечные батареи то есть прошло примерно около трех секунд и контроллер уже в полете причем если мы такое вот знаете предположение я его озвучивать не буду но по крайней мере те кто шарят в этом они могут догадаться почему контроллер может стоить так дешево и почему так быстро он находит максимальную точку в общем неважно контроллер работает это главное самое главное в контроллере что это чтобы аккумулятор не закипел как написано на самом контроллере он предназначен для зарядки кислотных щелочных и литиевых аккумуляторов на самом деле мне кажется можно заряжать контроллерами в которых выставляет значение любой аккумулятор потому что ну нам самое главное высадить диапазон напряжение для аккумулятора и так по напряжением которые мы можем здесь выбрать так вот у нас есть такая вот инструкция сейчас посмотрю до 37 вольт так аккумулятор у нас заряжается до 10 20 штук ну ну щелочные аккумуляторы я не знаю можно ли зарядить 37 вольтами или нет которые на 24 вольта если можно то значит можно если нет то вы можете заряжать соответственно 12 вольтовые аккумуляторы в лед потому что в 12 вольтовой системе то есть мы можем регулировать диапазон от 9 до 37 вольт так у нас есть что тут два и тут вот снизу контакта реле который управляет в общем ну стандарт аккумулятор только плюс находится с этой стороны минус этой стандартно солнечные плюс только с этой стороны минус этой у меня просто цвета такие специфические во внимание обращать и в общем давайте начнем с кнопочка что у нас есть соответственно чтоб войти в меню ну во первых мы можем перелистывать и посмотреть данные которые у нас показывает контроллер сейчас влетает с аккумуляторов в сторону другого аккумулятора 131 ватт температура контроллера 32 вольта здесь расположен кулер и он кстати крутится здесь интересная заглушка идет как бы так чтобы обдувал но интересно решение молодцы ребята конечно и чтобы не посмотреть вовнутрь заряд с ограничением по напряжению так давайте посмотрим что у нас есть меню программирования входит под нажатию кнопки ok у нас есть настройка заряда стандартные настройки выработка энергии настройка реле настройка режима прибора настройка индикации и соответственно настройка заряда можно листать как вверх так и вниз самый интересный режим это выработка энергии давайте выбрали нажимаем ok попадаем что мы видим энергия за день то есть мы можем посмотреть сколько у нас выработаны энергии за день соответственно сколько у нас выработано всего энергии сразу спешу отметить что если вы нажимаете кнопочку выключить включить эти данные не сохраняются тут у меня было за 200 чем-то ватт уже передано соответственно вот я выключил включил и соответственно это все дело обнулилось так и мы можем обнулить щечки не знаю почему здесь данные не сохраняется ну видно либо не работает батареечка либо ее там нет может быть конденсатор разрядился я не знаю как там сделано по какому принципу ребят разбирать его нельзя так что у нас есть дальше соответственно нажимаем escape и вываливаемся из меню ok сохранить escape выход так поехали дальше стандартные настройки нажимаем ok что мы видим тут есть у нас свинцовая кб если нажать вверх вниз мы можем выбрать 1224 вот если мы нажмем ок соответственно выбор не работает но сохранить мы чё-то можем я не знаю где тут написано литиевый или еще что-то написано свинцовый акб так что как бы я считаю неправильно то есть тут должен быть выбор не скорее всего предустановки каких-то зарядов при свинцовом аккумуляторе заряд например 14 2 вольта пик когда разряд у нас например 11 9 вольт 11 8 вольт например при щелочных например пик например 16 минимум например там я не знаю 9 вольт я не знаю я вам бы так примерно говорю тут этого нет я не знаю этот параметр грубо говоря который меню есть он не интересен и не представляет никакой важности то есть соответственно скейт мы выходим выработка энергии мы уже смотрели настройка реле и так использование реле можно включить выключить соответственно напряжение включения реле прямо узнаете до автоматику и напряжение выключения то есть это для использования в качестве автоматики здесь стоит реле тут написано 240 вольт 1 ампер то есть реле слабенькая то есть можно включать какие-то ну достаточно слабенькие потребители то есть по сети 220 и так что у нас есть включить выключить нажали руки включить окей нажали пикнул потом после этого руки видите не пищи значит сохранила нажимаем escape еще раз escape перестала мигать сохранилась и выходим отсюда нафиг так что у нас есть дальше режим настройка режима прибора заходим меню режим поиска максимальной мощности вот ребята вот насчет этого реально не подскажу это рабочая точка доля напряжение холостого хода солнечной батареи то есть от чего отталкиваться обычно как бы идет в районе сейчас я вот здесь пытаясь найти чуть тут вообще напряжение входное что такого вообще не вижу так а вот коэффициент полезного день нет я не знаю вот что они вот этим вот имели в виду но короче параметры эти можно выбирать видим сейчас стоит 75 до так стоять нажимаем ok можно поставить например 60 до якобы но нажимаем escape у нас минимально 70 то есть минимально этот параметр может быть 70 процентов от напряжения холостого хода так нажимаем ok вроде бы да и например выбираем здесь 90 нажимаем ok escape максимальный параметр у нас 85 процентов я честно говоря не знаю если от этого польза это уменьшение я так понимаю диапазона работы мппт контроллера может быть я не прав мы по крайней мере в инструкции это не написано и соответственно то что здесь это как-то фигурирует и нет этого описания может быть я не вижу тут кпд 97 процентов это не может быть выставление кпд соответственно от 70 до 80 никакого параметра вывести таблички не вот здесь здесь в общем какие-то внутренние настройки непонятно чего непонятно зачем проверяет меня проверяет режим поиска максимальной мощности короче можно здесь выбрать вот такой вот параметр рабочая точка процентах от напряжения холостого хода панели сканирование мощности панели господи это это как режим движения к максимуму я не знаю я не понимаю это вообще то есть я ребята отстал источник питания заряда без мппт кстати можно заряжать и обычным блоком питания то есть подключить блок питания какой-то и контроллер по идее будет заряжать то есть окей нажимаем когда выбрались сохранил ввел значение и так далее так у нас здесь два параметра в общем я выбрал блок питания так дальше настройка индикации звуковая индикация подсветка экрана и все можете выключить подсветку можете выключить пищалку кому как нравится настройка заряда так что у нас здесь есть это напряжение заряда соответственно само максимальное напряжение заряда при котором у нас контроллер перейдет в какой-то режим далее поддерживающий заряд то есть после того как контроллер у нас зарядился например до 14 2 вольт постоял определенное время по идее так и должно быть например часик до после этого должно упасть в поддерживающий заряд поддерживающий заряд соответственно мы тут тоже можем выбрать это нужно для того чтобы аккумулятор не кипел и стоит заряженным чтобы просто поддерживался на нем напряжение определенным током и так далее переключение на поддержку и какой будет у нас при этом ток заряда вот я тут кстати выставлял 0 5 ампера а это дело почему-то не сохранилось окей окей эскейп настройка заряда поддерживающий заряд ток заряда тоже сбрасывается ребят тоже выставлял вот 5 и 50 ампер сбрасывается паразит напряжение заряда давайте посмотрим каком можем пределе выставить так 44 вольта и нажимаем окей эскейп 37 вольт у нас пиково то есть соответственно нам надо для 12 вольтового выставить например 14 вольт ничего такого заурядного здесь нет то есть обычная ток единственный большой входной диапазон выходной диапазон так далее мы посмотрели какие параметры есть у нас в настройке заряда далее стандартные настройки но стандартные настройки мы смотрели цинцовый аккумулятор и что-то там сохранить выработка энергии мы смотрели настройка роли мы смотрели настройка и режима прибора мы смотрели еще настройника индикации и так далее соответственно эскейп параметры сохранены и вываливаемся в рабочий режим блин у меня аж нога затекла сидеть и рассказывать вам работает что мне еще сказать то есть в настройках ничего сложного нет прибор достаточно простой ну соответственно это уже как это говорится по внешнему дизайну да это уже детище а электроники никто так скажем дальше то есть но подобного вряд ли сделать потому что мне кажется это сложно сидеть что-то там выпиливать но в пленочку я бы это все дело заматывал конечно знаете какую-нибудь облепил такой чтобы не царапалось то есть это как знаете покупать телефон на котором покупают потом защитную пленку и не знаю может а электроники стоит под свои проекты да еще пленку продавать в общем ну контроль как контроллер заряжать аккумулятор он заряжает это факт есть режим заряда то есть поддерживающий режим соответственно обычное зарядное устройство еще плюс стоит импульсный преобразователем ппт с программным обеспечением якобы который ищет максимальную мощность максимальную точку мощности все что об этом еще сказать будем наверное ждать следующие испытания вот такой контроллер появится от электроники продажи если интересно в будущем еще какое-то время он будет находиться у меня на тесте соответственно я еще сделаю какие-то наблюдения то есть проэкспериментирую например в паспортную погоду посмотрю как солнечную погоду это все дело работает и после этого вот скажу свой окончательный вердикт ну по мне так за 5000 рублей что появилось на рынке что-то такое ничего не может предоставить не запад мне кажется это хороший вариант единственное знаете вот когда я ему предлагал это сделать еще давно давно он говорит нас это не интересует потом нас может быть это заинтересует не сейчас но в итоге прошло уже сколько я не знаю сколько лет моему инвертору но прошло достаточно очень много времени раз инвертор уже мой не выпускается это вот вот этот вот по н7 12600 который блин и сварочник работает то есть как то вот так на этом все всем спасибо за внимание всем удачи всем пока